Могилёвский Днепр делает перезагрузку упор на местных и молодых футболистов. В финале мы увидим наших воспитанников. Международный боксерский турнир стартовал в Могилёве. «Спорт-М» знакомит с участниками. Это уже у нас третья попытка в этом сезоне заливать лёд. В работу ледовых катков мешалась небесная канцелярия. Но не только она стала причиной отсутствия льда. Далее подробности. Впервые за много лет ледовый каток на стадионе «Спортак» в Могилёве может стать главной площадкой областного центра для катания на коньках. А крупнейший в области на торпедо не будет залить. О причинах прямо сейчас расскажем в программе «Спорт-М». Приветствую вас. Торпеда меняет собственника. И этот процесс ещё не завершён. Автозавод передаёт спортивный комплекс в городскую коммунальную собственность. За это время снег не раз падал на землю. Градус был с минусом. Но куда направлять финансовые потоки от деятельности катка на торпеда? В итоге всё замерло в ожидании. И всё меньше шансов, что тут успеют сделать подложку, укатать снег и залить каток. Видимо, не этой зимой. Это уже у нас третья попытка. В этом сезоне заливается лёд. Вы видите, какие погодные у нас условия. Значит, ну, стараемся. И фактически уже, ну, практически мы готовы. Кататься можно будет по дорожке вокруг футбольного поля. Если нет своих коньков, в прокате на «Спартаке» 150 пар. Цена на них в пределах 20 тысяч рублей за час. Планируется, такова будет стоимость и входного билета. График уже сложившийся. В будний день с 15.00 до 22.00. А выходные с 12.00 до 22.00. Остаётся только следить за погодой. Если она убережёт нас от большого плюса, попытка номер три должна стать удачной. Футбольный клуб «Днепр» вышел из отпуска, а новостей из его стана нет. Пока молчит официальный сайт, расскажет и покажет «Спорт М». Межсезонку ребята проводят на базе МГУ Кулешова. Студенты любезно предоставили команде свой спортзал. «Это игроки дублирующего состава. Они все на контракте в клубе. Они играли в том году по чемпионату дублёров. Сейчас они просматриваются в основную команду. И мы на них очень сильно надеемся». Оправдывать надежды дублёры будут в компании Сазанкова, Тупчева, возможно, Терещенко и Козлова, которые не так давно сватались в Солигорский шахтёр, но не подошли тому двору и пока в Днепре. «Они в клубе поедут. Мы надеемся, что они останутся в клубе. Я думаю, что они, скорее всего, и останутся. Но ведутся переговоры». Ещё один. Уже лидер команды Антон Шрамченко ведёт переговоры о новом контракте. А пока его имя нет-нет, да и всплывает в трансферных листах различных команд. Но, по словам Александра Чайки… «Ну, раз тренируется, значит, наверное, хочет остаться». После первых недель тренировок Днепр начинает серию товарищеских матчей. Первый с торпедов Жодина. Далее, возможно, встреча с Гомелем. В Могилёве стартовал международный турнир по боксу в памяти заслуженного тренера Беларуси Генриха Ривкина. Соревнования в спорткомплексе «Олимпийц» проходят уже в шестой раз. Стали традиционными и в табеле о рангах получили довольно высокую оценку. «Этот турнир является у нас представительным. Так получилось, что приехало четыре страны. Детва Алатрия, Украина, наши соседи. И приехали команда с Россией. Из участников, я скажу, что здесь будут победители первенства республики, призеры. Также есть мальчик, приехал из города Брянска. Докуратный чемпион Европы. Мастер спорта России». Всего на турнире заявлено более ста бойцов в весовых категориях от 49 до плюс 91 килограмма. Среди претендентов на финальную победу и Максим Олейников. Юный боксер из Вобруйска успешно прошел предварительный раунд и продолжает выступление на турнире. «Турнируем до телефинала. Там уже будет видно». «Задача стоит победить». «Конечно». «Многие стремятся сюда попасть, попробуют свои силы перед основным стартом, перед первенством республики, которые будут являться отбором на чемпионат мира, на чемпионат Европы по молодежи». Среди претендентов на медали и боксеры из Украины. Их здесь пятеро. «Да, достойная конкуренция, но, скажу, медаль тоже дорога. Тут 50 на 50. Получить боевой опыт международный, практику, как говорится, и, естественно, медали, потому что победы приносят спортсменам психологический рост». Пожелаем удачи боксерам и напомним, турнир Ривкина продлится еще два дня. В Чаусах открылась средняя школа со спортивным уклоном. Она единственная в Беларуси и носит статус областной. На две дисциплины – тяжелая атлетика и биатлон – 66 воспитанников. Детей принимают с 4 по 11 класс. Раньше здесь была школа-интернат для сирот и детей из неблагополучных семей. Но в прошлом году учреждения закрыли. Детей распределили по домам семейного типа. А чтобы не потерять великолепную материальную базу, решили открыть областную среднюю школу со спортивным уклоном. «Два урока, потом тренировка, потом еще 5 или 6 уроков, после четвертого – обед, после 5 или 6 уроков – вторая тренировка». Вот такое расписание и у тяжелоатлетов, и у биатлонистов. Кстати, именно биатлон считается в Чаусах брендовым видом спорта. Здесь им занимаются более 40 лет. Воспитали даже своего олимпийского призера Сергея Новикова. Много чауских ребят и в национальной сборной. Теперь лыжными гонками со стрельбой сюда приезжают заниматься со всей области. Я приехал в Сосипович в Чаусы. Ну, я узнал, что здесь спортивную школу открыли. Ну, мне понравился биатлон, я записался и начал ходить на него. Мне понравился биатлон. Я смотрю, все дети занимаются. Я болею за дом, врачом. И мне тоже захотелось заниматься биатлоном. И у меня начало хорошо получаться. Снег радует только последние дни. Но в Чаусах, как ни странно, он лежит с начала зимы. Точнее, он лежит в березовой роще. Это ботанический памятник местного значения. И эта роща словно притягивает к себе снег. Причем всегда уточняют тренеры. Вот да, вот здесь почему-то, видите, лежит. Или же вот что деревья засчитают, березки. Вот когда дождь, видите, столько было дождя, поле пустое. А у нас вот здесь снег лежит. Ну, такие природные условия здесь. Кстати, хоть занятия начались в сентябре, но желающие поступить сюда звонят до сих пор. Дети могут набираться в течение всего учебного года. Но все проходят, естественно, спортивную подготовку. То есть спортивные тесты сдают. И обязательно углубленное медицинское обследование. Если по каким-то из показателей дети не проходят, они не могут быть зачислены. Специализированные по спорту классы Чаусской областной средней школы. Для тех, кто любит болеть на трибунах, программа «Спорт М» подготовила анонс ближайших событий. Не проспите выходные. Рубрика «М-Уикенд» в этом поможет. В Олимпийце продолжается международный турнир Арифкина по боксу. В пятницу бои начнутся с 15 часов. Поединки за бронзу и финалы в субботу с 11 утра. Хоккеисты Могилёва после поражения в Бресте вернулись домой. На родном льду в пятницу они сыграют с Лидой. Начало встречи в 18.30. В молодёжной хоккейной лиге после паузы возобновляются игры регулярного чемпионата. Бобруйский «Динамо» «Шинник» на домашнем льду принимает в Питерске с Ка-1946. Пятница в 18.30. Суббота в час дня. Открытое первенство области под Вейборью пройдёт в центре Олимпийского резерва по конному спорту и современному пятиборью. За красотой и грацией можно будет наблюдать в пятницу с двух часов дня. Это будет выездка. А в субботу с 10 до 11 часов конкурс. Ну и в спортивном комплексе «Олимпии» с параллельно боксёрским поединком, но в легкоатлетическом манеже пройдут традиционные республиканские соревнования по лёгкой атлетике на призы предприятия «Магатекс». Открытие в пятницу в половине второго дня. На сегодня всё. Становитесь на лыжи, коньки, играйте в снежки, болейте за любимые команды и спортсменов. Увидимся на «Беларусь-2» уже в понедельник. Счастливо! ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Продолжение следует...